Кто не любит Рождество и волшебство? Думаю, таких людей немного. Я так уж точно один из тех людей, кто ждет этого праздника больше всех остальных. Ну и, конечно, фильмы, которые я смотрю лишь в канун праздников, ведь они и задают настроение. Наконец-то добрались руки записать для вас эту подборку. Без лишних слов ставь лайк, ведь это займет всего лишь 5 секунд, а мне будет очень приятно. Приятного просмотра! Стоп, не перематывай. Если тебя волнует прямо сейчас вопрос, связанный с армией, то не грусти. Ты не один такой. У меня тот же данный вопрос был не разрешен. Ровно до того момента, пока я не увидел рекламу нового онлайн-сервиса помощи призывникам. Я видел кучу бесполезной рекламы по этой теме. И у всех конские ценники. Но здесь мое внимание привлекло то, что это именно онлайн-сервис. Буквально за пару кликов я бесплатно зарегистрировался на сайте и получил консультацию от юриста и от врача. И мы пришли к тому выводу, то что я могу получить категорию В аж по двум статьям. Максимальный тариф мне обошелся всего лишь 25 тысяч рублей. И эти 25 тысяч рублей сэкономят целый год моей жизни. И это действительно демократичные цены по сравнению с аналогичными конторами. Такие низкие цены онлайн-военник может предоставить как раз за счет того, что помощь предоставляется дистанционно. И вам не надо платить за лишнюю пыль в глаза в виде дорогих офисов и красивых девушек на ресепшене. Вот так выглядит мой личный кабинет. В нем я общаюсь с юристом, врачом и менеджером. Юрист защитит мои права в случае незаконных действий со стороны военкомата. А врач поможет найти непризывной диагноз. Менеджер уже поможет разобраться с работой с сайта и ответит на любые вопросы. Процесс получения военного билета подробно расписан справа. Ах да, в договоре, который я заключил, есть четко прописанный пункт, в котором говорится, если я стану военнослужащим, то мне вернут полностью мои деньги. Так что бояться мне нечего. Тем более в сети я не нашел ни одного отрицательного отзыва об этом сервисе. От слова совсем. Ноль отрицательных отзывов. Через полгода-год я покажу вам свой военный билет. Поэтому обязательно подпишись. И самое главное, что я теперь сплю спокойно. Ведь я точно знаю, что мне не придется красить траву. Вот в армию сейчас приедет какой-то генерал-лейтенант. Или заниматься прочей, более интеллектуальной деятельностью. Ссылку на этот сервис я оставлю в описании. Ты сможешь по ней получить две бесплатные консультации. А получив их, ты лично определишься в добросовестности компании. Ну а мы приступаем к ролику. Приятного просмотра. Десятое место. Рождество в заснеженной гостинице. Джена и Келвин, коллеги, они работают журналистами в одном и том же издании. Но после Нового года грядут сокращения. И место достанется лишь тому, кто напишет лучшую статью. Герои отправляются в командировку. И из-за заснеженной бури застревают в небольшой семейной гостинице. Это стечение обстоятельств помогает им преодолеть разногласия. И вновь почувствовать настоящий дух Рождества. А заодно и спасти гостиницу от сноса. Девятое место. Рождественские хроники. После смерти отца юные Кейт и Тедди Пирс не очень-то дружат друг с другом. Но однажды под Рождество они умудряются заснять на видео самого Санта-Клауса. Ладно, повеселились и будет. Прислушайся. Комета, помедленнее! Вот только заодно дети ломают его сани. И теперь им нужно помочь Санте спасти праздник и доставить всем подарки. Беда только в том, что окружающие отказываются верить в то, что он реален. Это действительно добрый и позитивный праздничный фильм. И даже если у него и есть какие-то недостатки, то Курт Рассел в образе Санта-Клауса моментально заставляет о них забыть. Ты представляешь, как это круто! Надо поближе рассмотреть. С ума сошла! И фильма «Один дома». Прикнись! Он нас видел? Кажется, нет. Вперед, Купидон! Но комета! Восьмое место. Человек, который изобрел Рождество. После нескольких провальных книг молодой писатель Чарльз Диккенс решает написать рождественскую историю. Он пытается черпать вдохновение во всем, что видит и переживает сам. Так и рождается образ богатого, но одинокого старика Скруджа. Главного героя знаменитой рождественской песни. С призраками калятки. Рождественская баллада. Как героя назовешь, таким он и будет. Скрипучий. Скорьяга. Ну же. Скрудж. Седьмое место. Мисс Рождество. Все называют Холли Мисс Рождество. Она занимается оформлением улиц к празднику, полностью погружаясь в этот процесс. Но однажды самая красивая рождественская елка повредилась при транспортировке. И Холли находит ей замену на ферме, принадлежащей Сэму и его сыну Джоуи. Но Сэм отказывается отдавать ель, поскольку с ней связаны воспоминания об умершей жене. Холли пытается убедить его, но вскоре понимает, что почему-то больше не хочет возвращаться в город. Этот фильм одна из множества рождественских историй, которые каждый год выпускает канал Халмар. Все они очень простые и предсказуемые, но зато всегда заканчиваются хэппи-эндом и радуют приятными персонажами. Шестое место. Гринч. В жизни не слышал такого скрипучего снега. В городке Кто-то Граде все готовятся к празднованию Рождества. Взрослые готовят елку и подарки, а дети придумывают план, как поймать Санта-Клауса. И только зеленый Гринч, который живет в пещере, недоволен постоянным шумом. И тут он решает испортить всем праздник, украв украшения и подарки. Очередная экранизация классической истории оказалась еще добрее и милее, чем все предыдущие. Здесь даже Гринч не злой, а скорее просто одинокий ворчун. Мультфильм пока что можно посмотреть только в кино, но это будет отличным времяпрепровождением для детей и взрослых в празднике. Мистер Гринч, нежно-ласковый, как актус, симпатичный, как змея, мистер Гринч. Пятое место. Замена принцессы. Незадолго до Рождества герцогиня Маргарет встречает Стейси, девушку из Чикаго, которая работает в пекарне. Они, как две капли воды, похожи друг на друга и, решив пошутить героине, решают поменяться местами. И, конечно же, обе найдут себе любовь в чушьей жизни. Ничего нового. Снова классическая история принца и нищего на новый лад. Зато с атмосферой праздника и Ванессы Хаджинс в главной роли. Четвертое место. Здравствуй, папа, Новый год 2. Привет! Как прошел день? В первой части фильма отчим Брэд и отец Дасти боролись за внимание детей на Рождество. В сиквеле же они объединили свои усилия, чтобы устроить идеальный праздник. В этой части в гости к детям приехали дедушки, которые очень сильно отличаются характерами и норовят все испортить. Вау, это что он? Такой стильный. Неужели сам ходит за покупками? Здравствуйте. Держи самку и подгони машину к выходу. Это муж Сары. Нафига он здесь? О, я жду своего отца. Пап! Папа! Вот он мой старобяк! Последний раз они виделись очень давно. Пошло всего две недели, окажется целая вечность. И не говори, папа. И этот тип воспитывает твоих детей? Третье место. Праздничный календарь. Эбби всегда мечтала стать хореографом, но вместо того, чтобы путешествовать по миру, ей приходится заниматься унылой будничной работой. Все меняется, когда она получает в подарок рождественский календарь, принадлежавший ее бабушке, ведь он может предсказывать будущее. Второе место. Принц на Рождество. Не могу дотянуться до тапочки. Позволь мне? Подошла идеально. В канун Рождества журналистка Эмбер собирается сделать репортаж о вступлении на престол наследного принца Королевства Алдови. Она использует всяческие ухищрения, чтобы проникнуть в его ближайшее окружение и вскоре оказывается очарована его обаянием. Вопрос, возьмет ли принц ее в жены? А для тех, кому нравится этот фильм, есть отличная новость. В 2018 году вышла вторая часть. Рождественский принц. Королевская свадьба. Королевы можем осовременить традиции? Вы хотите модернизировать старую 600-летнюю традицию? Не те, кто следует правилам, делают историю. Первое место. Очень плохие мамочки 2. Для матерей семейства подготовка к Рождеству связана с постоянными хлопотами. В какой-то момент главным героиням кажется, что все наконец-то под контролем, но тут в гости внезапно приезжают бабушки. И, разумеется, они хотят во всем поучаствовать и внести свои коррективы. Да. О, нет. Что такое? А вот и самое страшное. Моя мама приедет на праздники. Не переживай ты так. Да ее стандартов дотянуть невозможно. Нужно быть минимум Бейонсе. Чем же закончится настолько жизненная ситуация? А какой из фильмов добавил бы ты в этот список? Напиши название или даже сразу несколько названий фильмов, которые бы ты посоветовал посмотреть людям в волшебную новогоднюю ночь. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, ведь я очень старался. Смотри только хорошие фильмы, а я посмотрю плохие. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»